Получилось 19. Получилось. Отлично. Заметьте, каждый раз происходит некий такой сдвиг. 6, да. Молодец. Именно так эта задача и решается. Небольшой математический учебник. Оказывается, та укладка, которая на первый взгляд кажется вам оптимальной, абсолютно не является оптимальным. 19. Спасибо, победа. Этот способ лучше. Когда вы смотрите на этот способ, то вот у вас есть треугольник и следующий треугольник. И каждому треугольнику соответствует под ним незаполненный треугольник. Согласны? Поэтому при таком способе укладки заполнено меньше половины площади. Ну, есть треевой эффект, что вот здесь вот вообще трудно заполнять. Тем не менее, меньше половины площади. Меньше одной второй площади доходных треугольников. А теперь посмотрите вот сюда. давайте я выделю какой-нибудь из треугольников. Ну, например, 15. Вот он есть, да? Вот треугольник. И задам себе вопрос. А что около него есть незаполненное? А на самом деле понятно, что вот этот треугольничек незаполнен и этот. то есть фактически мы берем вот такую фигурку из трех клеток, такой уголок, и в нем, смотрите, в нем две клетки из трех, то есть половинка, половинка и целая клетка, то есть по площади из трех заполнены. Две клетки из трех заполнены, это значит две третьих, ну, конечно, опять меньше двух третьих из-за краевого эффекта. Но можно сделать сколь угодно близко к двух третьих. Если взять вот эту сторону очень большой, тогда краевой эффект будет понятно, да? При очень больших N периметрах, то, что вдоль перимет и треугольнички, составляют малую часть от всей площади фигуры. Так, а теперь соображаем, в сколько же раз у нас отличаются эти числа. То есть в одном случае у нас одна вторая, в другом случае две третьих. Одну вторую делим на две третьих, получается ответ третьего. Эта укладка на на 25% менее плотная, чем я. Обратите внимание, это вся укладка на 25%. То есть важно, чтобы вы все время клали что называется, вот, статьи, вот, как здесь показано. Между прочим, много лет назад, много, это чуть меньше 50 лет назад. На Всероссийской математической олимпиаде была задача на эту тему, ну, собственно, по мотивам которой и вот эта вот моя на олимпиаде была сделана. Задача там была такая. Дан правильный треугольник, то есть посмотрите, не треугольник с углами 90-45-45 градусов, а равносторонний треугольник. И то же самое. Требовалось расположить в нем треугольники, которые будут все одинаковые по размеру и все ориентированные не так, как исполнит. То есть стороны параллельные, вот эта сторона параллельная, это параллельная, это горизонтальная, параллельная. Но ориентация вот к этой стороне пролезают это, к этой это, к этой это. Понятно объясняю? Как вы считаете, это задача одна и та же или нет? На самом деле это все. Ребята, посмотрите, пожалуйста, что можно сделать. Можно зафиксировать вот эти две точки, что, кстати, 8 сюда вбить, да? С ростом зафиксируем вот эту сторону. Дальше представить себе, что все это сделано из натянутых ниточек и вот эту точку потянуть сюда. Причем потянуть сюда не по горизонтали, а потянуть сюда так, чтобы вот этот вот отрезок оказался в точности равен тому, куда мы здесь тянули. окружность. Да, провести окружность этим центром и вот таким вот радиусом, посмотрите, пересечется с вертикалию и сюда потащить. И если здесь были натянуты резинки, то вся картинка, разумеется, как-то исказится. И каждый равносторонний треугольник перейдет во что-то интересное. Давайте подумаем во что. Весь вот этот вот равносторонний перейдет в прямоугольный треугольник с равными сторонами. Замечательно. А во что перейдет вот в такой треугольник? Смотрите, параллельность у нас не изменится. Параллельность не изменится. Было параллельно, значит, здесь параллельно. Было параллельно, то есть здесь было параллельно. То есть у нас будет параллельно нижней стороне, параллельно вот этой стороне и параллельно этой стороне. Ребята, это как раз и есть то, о чем наша задача. То есть это отличается от задачи чуть менее чем 50-летней давности тем, что вот эта задача была на Всероссийской Олимпиаде для старших классов. Почему она была для старших классов? Потому что трудно рисовать на старых юголей и трудно с ним их соображать. А вот эта задача она была на Олимпиаде для третьего, четвертого класса, для пятого, шестого, потому что покречили бумаги, а рисовать легко. А математическая суть у них абсолютно одна и та же. То есть просто афинное преобразование как я объяснил здесь, переводится одна и та же.